Производственные истоки загрязняют реку. Жители садоводческого товарищества «Дружба», которая расположена у деревни Бобыли, жалуются на то, что предприятие, которое сливает сточные воды в реку Чахловицу, от этого в водоеме гибнет рыба, а около воды стоит резкий неприятный запах. В проблеме разбиралась Евгения Бакина. Посмотрите, какие там хлопь или ошметки, все, что попало в воде, веточки металлические. На них какой-то такой вот, не знаю даже как назвать, слизь что ли какая-то. Белая слизь на ветках, помутневшая вода и неприятный запах. Трудно представить, что когда-то в этой реке купались люди, а рыбаки ловили щуку. Все это помнит Татьяна Зяблицева, владелец дачного участка недалеко от деревни Бобыли. Сейчас же Чахловица больше похожа на канализационный слив. Постоянно такая зеленая мутная вода, от нее очень сильно пахнет. Сейчас там никаких водорослей не стало, а уж про рыб и говорить нечего. Ни рягушек, ни пиявок, вообще никакой живности не видим. Одно время рыба плыла кверху пузой, когда вот начались эти вбросы. Загрязнение реки началось около пяти лет назад, рассказывают местные садоводы. Крупное аграрное предприятие стало регулярно сбрасывать в Чахловицу стоки. При этом разрешения от властей фирмы на эти действия были. Но с одним условием, стоки должны были качественно очищать. Но лабораторные исследования, которые провели сотрудники Министерства охраны и окружающей среды, показали, что эти условия предприятия не соблюдают. Последний анализ был проведен в сентябре. Говорят чиновники, нарушение масса. По результатам этой проверки были выявлены нарушения в контрольном сторис, превышение предельно допустимых концентраций по биологическому поглощению кислорода в 25 раз, это, по-моему, раз по ионам аммония в 24 раза превышение были. И по фосфатам в 7 раз были выявлены нарушения. Неоднократно предприятия штрафовали за невыполнение обязательств. Однако до сих пор решение проблемы не найдено. Если ситуация не изменится до конца года, организации грозит приостановление деятельности сроком до 90 дней. Евгения Бакина, Александр Нестеров, Бюро новостей Довича.